И всем привет, ребят, с вами Стрыванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговору и тематике, и сегодня вместе с вами мы обсудим одну из самых популярных и часто задаваемых тем на сегодняшний момент времени, это тема связанная с Fenix новыми устройствами, и сегодня я поделюсь своими мыслями, связанными с этими устройствами, да, и что же вообще в принципе могут делать эти устройства. Поступила определенного рода информация, вы знаете, что до сих пор у нас нету официальной инфы, я так понимаю, что ее не будет на постоянной основе, связанной с Fenix устройствами, и что делают эти устройства в целом, но сегодня мы разберем эту тему поподробнее, я поделюсь своими мыслями и той информацией, которую мне даже уже рассказали и предоставили. Ну и дальше в комментариях вы напишите все, что вы думаете по поводу этих Fenix устройств, согласны ли вы с моей точки зрения или нет, ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте их поддерживать лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, Ну и также, конечно же, не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный тег, тег тимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, Например, приобретайте танкоины либо премочку, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо устройств Fenix, то я уже за первые 3 дня набил более 50 тысяч и скажу вам, что первый процент набит, первый процент набит на все это дело. Да, если честно, дается все это довольно-таки тяжело, но потихонечку, потихонечку мы вместе с вами будем двигаться и пока у нас, как говорится, наша цель набития этих двух устройств за год идет довольно-таки успешно, Потому что ежедневно, если за год набивать, то мне нужно набивать по как раз-таки 14 тысяч очков в день, я на момент проходки 3 дней уже имею 52, то есть я чуточку опережаю даже уже график, ну и в принципе это даже очень хорошо. Да, то есть сейчас на старте, я думаю, что даже лучше, лучше набивать как можно, как можно больше, чтобы как раз-таки у меня были потом запасы уже по времени, дабы я, ну мог где-то выпасть и какие-то дни там не набивать, либо всякое, как говорится, может быть. Но в целом, пока что ситуация у нас такая, 52 тысячи я уже набил на этом Дикострайкере и это только-только лишь начало. Что же касаемо устройств на Дикострайкера, если с корпусом все более-менее понятно и ясно и можно смело предположить, что это за устройство на корпус, то что касаемо пушки, то там есть, конечно, разные версии, которые посещают мою голову и что там может быть внутри. Что касаемо корпуса Диктатор, то с очень большой долей вероятностью, я лично сам изначально предполагал, о том, что это может быть иммунитет от всех статус-эффектов, да, то есть на корпус и в принципе за такую огромнейшую цель, да, в виде 5 миллионов очков, это очень и очень была бы достойная награда для всех тех ребят, которые эту цель выполнят. Ну и, как оказалось, был игрок, который как раз-таки встречал Ореха с этим устройством в бою и менял даже статус-эффектные устройства и при этом не мог нанести статус-эффект Ореху под этим Фениксом. Соответственно, с очень и очень большой долей вероятностью, ну, понятное дело, что не 100%, потому что я не лично сам это проверял, да, это исходя из того, что мне сказали, да, то есть поэтому не со 100%, но с очень большой долей вероятностью именно на Диктатор здесь иммунитет от всех статус-эффектов. Что выглядит очень и очень неплохо, если учитывать тот факт, что иммунка в принципе работает эффективно, да, и в моменте у меня бывает такая ситуация, что мне хочется одеть 2 иммунитета, то здесь за 5 миллионов иммунитет от всех статус-эффектов выглядит очень и очень достойно. Что же касаемо пушки, да, что же касаемо страйкера, здесь есть много всяких версий, интересных версий, да, которые посещали мою голову и ребят, когда мы обсуждали эту тему на как раз таки стриме. Здесь может быть и дистанционный подрыв с всеми статус-эффектами, да, здесь может быть какое-то новое абсолютно устройство с дополнительным повышенным уроном, может быть стандартный дефолтный страйкер с просто повышенным дополнительным уроном, может быть страйкер с повышенными всеми абсолютно характеристиками, да. То есть здесь в принципе можно фантазировать очень и очень много, но я больше наверное конечно склоняюсь к тому, что здесь будет просто страйкер с дефолтной настройкой, но все эти дефолтные настройки будут в разы в разы сильнее. Может быть просто от дефолтного МК-8 страйкера страйкер будет например, ну вот в полтора раза например сильнее, да, то есть и по урону и по быстроте накидки урона, да, то есть у него и полет будет быстрее и сила удара, то есть и все будет, да. То есть в полтора раза например будет сильнее, я бы сказал, что это было бы очень и очень достойное устройство, да, которое бы имело смысловой, ну смысловую вообще целостность, я бы сказал наверное так, да. Потому что все-таки если учитывать тот факт, что это устройства, которые набиваются крайне-крайне сложно, да, и здесь видеть наверное какие-то недостойные вещи будет очень и очень грустно, да, очень и очень грустно. Но что касаемо диктатора, то здесь вероятность все-таки этого наверное больше всей ситуации, что касаемо страйкера, там может быть вообще какое-то абсолютно новое устройство, но я все-таки, как уже сказал, склоняюсь к тому, что это просто дефолтный страйкер с повышенными всеми настройками. Это страйкер, который например там в полтора либо в два раза сильнее от дефолтного МК-8 страйкера и это тоже выглядит очень и очень достойно. Ну а мы вместе с вами до сих пор и я думаю, что до получения первых устройств не узнаем, да, потому что вряд ли кто-то будет раскрывать нам секреты именно в этом наверное и есть вся фишка этих замечательных устройств, что вы набиваете, ну грубо говоря, кота в мешке, да. Вы не знаете, что вы бьете. Вы бьете что-то достойное, либо вы бьете наоборот какую-то вещь, которая ну абсолютно наверное будет неинтересна вам, да. Но с другой стороны я при любом раскладе набиваю эти очки на одном из самых, если не самом любимом моем вооружении и поэтому я в целом ну ни в чем себе абсолютно не отказываю. Считаю, что это то вооружение, которое для меня лично приносит безумно большое количество позитивных эмоций. А еще когда есть определенная цель набития 5 миллионов очков, это придает даже какой-то дополнительной мотивации и когда у тебя уже все цели поставлены, ты только бьешь, бьешь и еще раз бьешь. Поэтому пишите, что вы думаете по этим устройствам, обязательно напишите в комментариях, согласно вы с моей точки зрения, да, с моими предположениями, быть может у вас есть какие-то свои мысли по этому поводу, если они есть, то обязательно пишите. Будет очень интересно почитать, какие в вашей голове могут быть устройства на феникс, вот эти вот замечательные корпуса и пушки. И обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну а у меня, друзья, на этом все. Продолжаем бить, продолжаем бить наши замечательные очки. Будем стараться все так же демонстрировать, показывать. Ну и, конечно, тоже какие-то лайфхаки предоставлять для набития как раз-таки более быстрых этих самых замечательных очков. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok